Приветствую! Это шоу Красного Циника. Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть не может. Интерес к историческому кино всегда был довольно высок, а в последнее время этот жанр буйным цветом расцвел на телевидении. Сериалы стали плодиться, как грибы после дождя, и, что удивительно, отличаться при этом высоким качеством. И пусть историчности, как таковой, там порой бывает маловато, они пробуждают интерес к истории настоящей, что особенно важно в наш противоречивый век. Когда переизбыток информации соседствует с ограниченным кругозором. Исторических сериалов великое множество. Рим, Борджа, Тюдоры, Проклятые Короли, Викинги, Наполеон. Список этот можно продолжать очень долго. Ярким его представителем является сериал «Спартак», посвященный интереснейшему периоду человеческой истории. Годам заката Римской Республики и рождения империи. Эпохи великих людей. Мария, Сулы, Помпея, Краса, Цицерона, Цезаря и, разумеется, Спартака. Человека, не имеющего к римлянам никакого отношения. Но сотрясшего Рим до самого основания. Что же известно об этой легендарной личности? Не так уж и много. Да и те сведения, что до нас дошли, довольно противоречивы. Наиболее распространенная версия гласит, что он был родом из Фракии. Из воинственного племени Медов. Служил во вспомогательных римских войсках, где, по-видимому, и узнал множество интересных вещей о сильнейшей армии тогдашнего мира. О чем римляне потом очень пожалели. Затем Спартак дезертировал, был схвачен и в наказание отдан в гладиаторы. По другой версии, Спартак мог быть родичем скифских царей или вообще кем угодно. А так сказать, фракийцем стать по названию гладиаторского стиля, которому обучался. Что мог вообще в римских армиях не служить и быть рабом, захваченным во время очередной римской кампании. А дальнейшим победам обязан только своему полководческому гению. Точно ясно одно. Спартак стал гладиатором в Капуе, в школе Лентула Аббатиата. Там он отличился храбростью и физической силой, да и вообще всячески отличился. Например, умом и крепостью духа. Поэтому, возможно, получил свободу и стал преподавателем фехтования в гладиаторской школе. Это не помешало ему сначала устроить заговор, ложками, вертелами и сковородками пробить дорогу на волю, а потом организовать грандиозное восстание рабов. А заодно спровоцировать рекордное количество инфарктов в республиканском центре. Примерно об этом, но не только об этом, рассказывает сериал «Спартак», который можно условно разделить на две половины. Половину великолепную и половину хорошую, но находящуюся на грани слива. Впрочем, обо всем подробно и с самого начала. Уже по трейлерам было ясно, что готовится нечто интересное. Некий микс гладиатора Ридли Скотта и 300 Зака Снайдера. Зрелищность первого фильма в рамках визуального стиля последнего. Реальность превысила все ожидания. Вниманию зрителя было представлено великолепное продуманное кино и без сомнения один из лучших сериалов последнего времени. Разумеется, с оговоркой. Если вас раздражают голые женщины, а кровь на экране вызывает отвращение, то и «Спартак» вам категорически не понравится. Так что марлофаги пусть проходят мимо. Первый сезон показал события, предшествующие восстанию «Спартака». Создатели сериала толково объединили противоречивые источники, посвященные этому великому человеку, и рассказали свою версию событий. Итак, некий Клавдий Главр набирает добровольцев во вспомогательные римские войска в одной из фракийских деревень. Там он встречает будущего «Спартака». В итоге переговоров оба перца дают обещания, которые потом станут причиной трагических событий. Потому что римляне оказываются такими римлянами. Ради своих шкурных интересов Главр кидает фракийцев и подвергает их деревне смертельной опасности. В ответ фракийцы кидают Главра, причем буквально, и отправляются в Освояси. Главным заводилой мятежа вольно-невольно оказывается будущий «Спартак». К сожалению, он не поспевает вовремя, и враги жгут его родную хату, а заодно и все хаты его народа. К счастью, он успевает спасти свою жену, главную ценность в жизни. Они убегают, но недолго. Вроде спутников и GPS еще не придумали. Вокруг огромные незаселенные территории, а пожар и толпы народа должны были уничтожить все следы. Но непонятно как и почему беглецов выслеживают римляне, причем в кратчайшие сроки. Руководит отрядом тот самый Клавдий Главр. Из-за выходки фракийцев над ним ржал весь Рим. У него отобрали войска и отозвали в столицу, чтобы полюбоваться на клоуна лично. Напоследок Главр мстит виновникам своего позора, а будущему Спартаку особенно. Он отбирает у него любимую жену и превращает в раба, а затем бросает к тем фракийцам, которых еще не порубил в капусту. Их везут к другим поварам, мастерам шинкования, гладиаторам в капую. Там из фракийцев делают салаты, винегреты и селедку под шубой. Наш главный герой остается на сладкое. Мучимый попоболью Главр бросает на ненавистного раба аж четырех прокачанных гладиаторов. Ну, чтобы они уж точно сделали из него фарш. Вместо этого фарш из гладиаторов делает фракиец. Победителя нарекают Спартаком и лишают охреневшего от злости Главра сладости и возмездия. Так Спартак попадает в школу гладиаторов, где рулит Лентул Батиат, который внезапно, изгнея Корнелия, превращается в Квинта. У Батиата собственные проблемы. Он стремится к власти, а мешает ему сущая мелочь. Лентул находится в полной финансовой жопе. Единственной опорой Батиата является его жена, Лукреция. Больше Квинта никто не любит. Больше троллят. С подачки главного его конкурента Солония. Итак, пышущий праведным гневом Спартак попадает к хитрожопому подонку Батиату. Каждый из них начинает свое восхождение по социальной лестнице. На пути их будет ждать множество интриг, предательств и декалитры крови. А в пункте прибытия грандиозный, жестокий финал. Собственно, сюжет и является одной из сильнейших сторон сериала. Причем интересно не только его содержание, но и форма. С одной стороны, это героический экшен, посвященный Спартаку, его борьбе и мести. С другой стороны, это политическая и криминальная драма о том, как Батиат при помощи всяческих козней меняет свое положение в обществе. Но хорошая киноистория это еще не залог успеха. Необходимо умело ее отыграть. И тут снова точное попадание в десятку. Исполнители главных ролей, Энди Уитфилд и Джон Ханна, стали подлинными украшениями этого сезона. Они блистали естественной и достоверной игрой, задрав планку сериального качества на заоблачный уровень. А актеры второго плана тоже справились на отлично. Бывшая зена Люси Лоуэс играет жену Батиата, Лукрецию. Податель в пропасть из трехсот спартанцев Питер Мэнса сыграл Эномайя. Исторически его прототип был ближайшим соратником Спартака. Правда, здесь он внезапно из гала или германца превратился в негроафриканца. Еще один вождь восстания, Крикс, мастерски сыграл Манну Беннетом. История любви его героя к рабыне Невии добавила глубины и трагизма сюжету. Итак, сюжеты актеры это главные ингредиенты отменного блюда. Специями, которые сделали его пикантным, стали боевка и обнаженка. Действительно, арена, ну и все, что с ней связано, является важнейшим элементом повествования. Почти в каждой серии нас ожидают великолепные, зрелищные поединки. Причем почти всегда разные. Разумеется, есть общие черты. Натуралистичные раны, неестественный переизбыток кровищи и много-много слому. Однако авторы постоянно экспериментировали с постановкой, камерой и монтажом, превращая поединки чуть ли не в произведения искусства. А про обнаженку я говорить не буду, потому что ее надо осмотреть. Так мы определили главные черты сериала, которые обеспечили ему успех. Качественный многослойный сюжет, отличная актерская игра, а также зрелищность и пикантность. Это все есть, и от сериала их не отнять. Однако это вовсе не означает идеальности и безупречности. «Спартак» позиционируется как исторический сериал о Древнем Риме. Только я никому не советую историю по нему учить. Судить по нравам римлян второго века нашей эры, а нравок всех римлян вообще, это то же самое, что судить по Европе, времен Инквизиции о Европе вообще. Рим эпохи «Спартака» отличался сдержанностью нравов и строгостью морали. Авторы же сериала, я считаю намеренно, решили придерживаться избитого клише. Ну что, Рим — это типа уоргии, повальни секас и садомия. Почему намеренно? Да потому что, несмотря на анахронизмы, в «Спартаке» полно в самом деле личных фактов, присущих римской культуре того периода. Об анахронизмах сериала в целом мы поговорим потом. Однако вещи, которые, ну, очень сильно бросаются в глаза, отметить все-таки стоит. Например, неградиджия, рулящего подпольными боями. Или чудеса древнеримской пластической хирургии, а заодно древнеримского химпрома. Я имею в виду нереальное количество древнеримских силиконовых сисек на квадратный древнеримский метр. Переизбыток гомосятины, товарищи радужно-сочувствующие, это тоже анахронизм. Причем я даже знаю, как авторы решения принимали, а ее введение. Ммм, это все замечательно, но нам нужно что-то такое, что точно понравится всем. Ну, я знаю парочку вещей, которые точно сработают. Правда? Что же это? Во-первых, это кровища. О, да, детка, да. А во-вторых, сиськи. Сиськи? Сиськи. Ну-а-а. Что, ну? I like big teeth and I... Ведь сиськи любят не все. Ты что, больной? Сиськи не любят только пидо. Невооруженным взглядом заметен дефицит бюджета, сказавшийся на декорациях. Например, Капуя показана очень скудно. Вид издаля, пролет над ареной, две улицы до вилла Ботиата. Вот, в принципе, и все. Остальное слеплено из компьютерной графики. Впрочем, к чести авторов, они умело превращают недостатки в достоинства. Все нарисованное отлично вписывается в единый художественный стиль. Таким нам запомнился первый сезон. К сожалению, спустя считанные недели после его завершения, у сериала начались проблемы. У Энди Уитфилда обнаружили рак. Создатели и поклонники фильма до последнего надеялись, что Энди победит. Но, увы, болезнь оказалась сильнее. В 2011 году одного из самых многообещающих актеров не стало. Пока Энди болел, был снят приквел Спартака «Боги арены». Лидирующим актером, который тянул на себе весь сезон, стал Джон Ханна. Основная сюжетная линия посвящена его герою, Лентулу Батиату, и рассказывает о том, как неплохой, но полный амбиций человек превращается в безжалостную скотину. Виной тому подонки, рулящие тамошним обществом. Помогают Ханне как актеры, знакомые по первому сезону, так и новички. Благо, граница между ролями первого и второго плана смазалась еще сильнее. Продолжает отжигать Люси Лоулес в роли Лукреции, которая, помогая мужу изо всех сил, сама превращается в змеюку. Крикс тут еще шкалатануб, и только делает первые шаги к статусу супергладиатора. Настоящим чемпионом, местной мега-звездой является Гай Ганник. Никто не знает, был ли настоящий Ганник таким раздолбаем и балагуром, каким его показали в фильме. Но точно известно, что он был одним из ближайших соратников Спартака. Много говорить о Богохарене мы не будем, но не потому что сказать нечего, а потому что придется повторяться, как попугай. Фильм не уступает в качестве первому сезону и обладает теми же достоинствами и недостатками. Только Энди нет по вполне понятной причине. Так заканчивается первая, великолепная часть сериала и начинается просто хорошая. Со второго сезона под названием Месть. Создатели сериала столкнулись с непростой ситуацией. Во-первых, сюжет вывел события фильма «За пределы Лудуса» на итальйские просторы и надо теперь как-то выкручиваться с декорациями. Во-вторых, римляне теперь отделены от рабов и варить всех в одном котле интриг уже не получится. В-третьих, великолепные актеры, блиставшие в главных ролях первого сезона, в съемках больше не участвуют. Персонаж Джона Ханны, скажем так, изжил себя, а с Энди Уитфилдом, к сожалению, произошло самое страшное. Последний фактор наиболее важный, поскольку именно Спартак является ключевым персонажем всей истории. Не за что ваш Кэп. И раз восстание уже началось, то на второй план героя уже не задвинешь. К чести авторов фильма они из этой ситуации выкрутились. Машина под названием Спартак продолжила свое бодрое движение по бездорожью. Только вот двигатель, к сожалению, стал барахлить. Партию Спартака доверили Лиаму Макентайру, известному по сериалу Тихий океан. Увы, перепрыгнуть планку, заданную Энди, он не сумел, хотя и пытался как мог. Макентайр не дотягивает до Уитфилда ни харизмой, ни актерской игрой. Энди мог передать чувства и эмоции движением тела, жестом, негромким голосом со множеством оттенков. Лиам же предпочитает давить слушателя одной нотой и, по большей части, вещает лозунги. Как в поле, так и в постели. К тому же, до съемок ему следовало бы походить в качалку, ибо на фоне других гладиаторов он смотрится как-то щупловато. Да и пластики ему не хватает. Видимо, авторы все это прекрасно понимали, поскольку Спартак здесь лидер только по сюжету. Другим, так сказать, вождям посвящено примерно столько же экранного времени. Эномаю и Ганнику, борющимся со своими тараканами, и Криксу, ищущему любимую. Ту самую, что подверглась чудесам древнеримской пластической хирургии и теперь с головы до пят выглядит по-другому. Создатели поменяли актрису, захотев из Неви сделать бой-бабу. Мы еще не раз по этому делу переплюемся, но главное не в этом. Предыдущая актриса играла гораздо лучше, да и характер у ее героини был совсем другой. Я стумна. Римскую партию возглавил Клавдий Глабр. Ему было поручено придушить Гидру, которую он и породил. Только Глабр этому делу не рад. Выезд из столицы в Капую это считай, что ссылка. Вместе с Глабром из Рима приехали очередные скандалы, интриги, расследования. То есть главные наполнители сильнейшей стороны сериала. Сюжета. К сожалению, фантазии авторов хватило только на самоповтор. Мерзавец Глабр, но по римским меркам человек в общем-то положительный, по вине всяческих козлопубцев превращается в злобного урода, под стать своей проститутке жене. Им помогает и одновременно мешает оставшаяся в живых супруга Аббатиата. Люси Лоулес играет просто отлично, поэтому не мудрено, что ее вернули в сериал. Правда, это не помешало сценаристам ближе к финалу сделать из ее героини полную идиотку. В принципе, этим и отличается весь сезон. Достойный и по-прежнему сильный сюжет, то и дело разбавляют крикенскими вставками. Типа дурацкого пленения Крикса или скорострельных баллист, пуляющих с хирургической точностью или появление настоящих боевых гомосеков в тех местах, где даже не ожидаешь. Или то, как гладиаторов 80-го уровня, крутизну которых так воспевали в прошлых сезонах, метелят все, кому не лень. А от римлян до каких-то отморозков из подворотни. Исключение Спартак новой мускул-лайт версии, которого может сшибить только баллиста. И то ненадолго. Непонятно, зачем ему вообще армия и нахрена он убегает. Ведь мега Спартак запросто шинкует врагов штабелями и по идее обвешаться кишками, как гирляндами, да дойти так до рима по дорожке из трупов. Ему легче легкого. Квинтэссенцией же идиотизма становится финальный бой, где здоровые лбы выпускают против прокачанного гладиатора хиренькую девчонку и с серьезными рожами наблюдают, как она побеждает. Впрочем, все это пустяки по сравнению с тем, что нас ждет в третьем заключительном сезоне. О нем и не только о нем мы поговорим в следующем выпуске. А на сегодня это все. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, читайте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok